Начинать заново то, на что потратил долгие годы жизни далеко не просто, но еще сложнее вернуться в прежнее русло. Вернуться в то время, когда твой одноклассник или близкий сосед, с которым, казалось бы, вчера ты обсуждал погоду, был еще жив. А когда ты потерял целых 62 соотечественника, большая часть которых жила буквально в получасе езды от тебя, практически невыносимо. Но Баткен за все годы соседства с Таджикистаном успел, как это ни печально, закалиться. Приходится вновь вставать, восстанавливать то, что разрушили агрессоры и продолжать двигаться вперед, потому что это по праву твоя земля и твоя родина. И здесь должны вырасти высшие умы, а для этого нельзя забрасывать образование и развитие детей. Благо, этот детский сад не был поврежден во время вторжения таджикских войск, поэтому здесь первыми начали принимать маленьких кыргызстанцев. Мы начали работать с сегодняшнего дня. В нашем садике вообще числится 305 человек. Но сегодня в первый рабочий день пришли 55 детей. Настроение у детей хорошее. Заранее мы, конечно, здесь провели дезинфект и объявили в группах, что, дай бог, наступили спокойные времена и что родители могут приводить своих детей. Мы дали заявку тендершикам. Сегодня продукты поступили. Будем раз в неделю давать заявки, чтобы все продукты питания оставались свежими. А вот в школах дела обстоят не столь просто. Многие из этих учреждений были разрушены, а в отдельные школы больше никогда не придут некоторые ученики. Так, в селе Хазлбель в результате вторжения таджикской стороны погибло пятеро детей школьного возраста. И вроде бы школа цела, вот только как продолжить учебу, потеряв своих лучших учеников. Как только нам сообщили, что обстановка стала спокойной, мы решили начать работу, не отставая от учебной программы. Но как бы мы ни старались, наши уроки не проходят, как раньше. Потому что в результате агрессии таджикстана мы лишились пятерых наших детей. Настолько мы все скорбим и не передать, как нам больно. И учителя, и дети не могут найти покоя. Это были наши отличники. Но что поделать, пусть земля им будет пухом. Мы даже радоваться разучились. Одна наша девочка, Аддина, в больнице, была в тяжелом состоянии. И сегодня нам сообщили, что ей становится лучше. Мы настолько были счастливы, но вместо того, чтобы улыбаться, мы плакали. И всем остальным, кто сейчас на лечении, желаю поскорее выздороветь. Возвращайтесь к нам в село, дорогие и родные наши. Тем временем по всей территории Баткена проводятся работы по очистке разрушенных объектов. Сносят сгоревшие и разрушенные дома и другие здания. Напомним, в результате вооруженного вторжения таджикских войск погибли 62 кыргызстанца. Почти 200 человек были ранены. Эвакуировано более 140 тысяч местных жителей. Разрушены и повреждены 374 жилых дома, 171 хозяйственный объект, 10 социальных объектов и 153 объекта жизнеобеспечения. Сейчас комиссия на местах продолжает работу по обследованию всей местности и оценке ущерба, нанесенного в результате агрессии Таджикистана.